Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это обзор игры NBA 2K13. Как вы помните или знаете, мои старые подписчики, вообще этот канал начинался с видео об NBA 2K12. Там был обзор центрового, потом как быстро прокачивать скорость и что-то ещё. А, характеристики различные. И вот я решил вернуться к истокам, благо я уже давно купил NBA 2K13, и надо о ней рассказать. Подробных видео не будет, это будет вот одно, один обзор про NBA 2K13, и дальше я объясню почему. Ну, в первую очередь, общий итог. К сожалению, игра меня разочаровала. Очень уж она похожа на предыдущую часть. Я, к сожалению, не знаю, похоже ли NBA 2K12 на 11-ю, но 13-я очень похожа. Графика та же самая, то есть движок вообще не менялся. Очень много оставлено... Ну, собственно, по-хорошему здесь изменился только список игроков. То есть, наконец-то, ростер стал обновляться нормально. Напомню, в предыдущей версии с этим была проблема. Более того, в предыдущей версии не было новых игроков. Из-за того, что был локаут в NBA, то и, соответственно, новых игроков не появилось. Всего два новых игрока было, по-моему, Рубио и, собственно, мы с вами, которые начинали там карьеру. Новых вопросов в пресс-конференции после игры нет. Или, может, я на них не попадал, но... В общем, у меня такое ощущение полностью складывается, как будто я играю в предыдущую часть игры. В 12-ю, а не в 13-ю. Ну, конечно, немножко изменился графический интерфейс, естественно. То есть, как-то надписи по-другому написаны. Но вообще, полное чувство дежавю. И это при том, что я на распродаже за эту игру 8 долларов заплатил. Так она еще дороже стоит. То есть, это нельзя выпускать как полноценную новую игру. Это аддоном, что ли, каким-то дополнением долларов за 4 или за 3 вполне нормально выпустить. А выпускать как полноценную игру и требовать за нее такие деньги, ну, это нахальство со стороны разработчиков и издателей, по моему мнению. То есть, ну, к сожалению, на рынке симуляторов баскетбола, вообще, спортивных игр, не, конкретно баскетбола, NBA 2K, это, конечно, и лидер, и монополист. Потому что NBA Live вообще давно не выпускалась, по-моему, да и не очень она была по-хорошему. А вот NBA 2K 11, 12 были классными играми, и разработчики расслабились, и, видимо, решили, что напрягаться не стоит. Вообще, вот, я в какой-то рецензии читал, что с самого начала 2K 13 приносит, скорее, не удовольствие, а раздражение. Вот действительно такое вот ощущение от игры, потому что, ну, такое ощущение, что вот испортили все, что хорошее было, разработчики постарались испортить. Но я сразу скажу, что вот если вы не играли вообще ни в одну из серий 2K, там, 12, 11, то купить 2K 13 вполне можно, потому что для новичков, с которым не с чем сравнивать, нормальная игра. Тем более, что, как бы, последняя серия нормальная. Если вам нравится баскетбол, поиграйте. Но вот тем, кто играл в предыдущие серии, она раздражает. Вообще, как-то странно, то есть и в предыдущих сериях были проблемы со сложностью, там, как играли команды, но в этой вообще что-то, какой-то баланс нарушен окончательно. То есть можно играться, конечно, со слайдерами, но это лень. Зачем этим заниматься? Почему-то нету какой-то позиционной игры в команде. Я вот играю и смотрю, что игроки всем скопом наваливаются на одного игрока. Это и соперники, и своя команда. То есть ощущение какого-то, получается, глядя на картинку игры, ощущение, что это дворовые команды играют, а не команды МБА. В прошлых сериях такого не было. Почему-то странно стали хуже лица игроков, каким образом могли вот ухудшить за год, я вообще не понимаю. Появились какие-то скриптовые анимации, которые не прерываются, и у вас ощущение от управления игроком, как будто не вы им управляете. Вот как-то вот очень странное ощущение. Я, конечно, по традиции играл за центрового, почитал на форумах, там пишут, что, ну, единственное, что, типа, людям нравится в Токии 13, это расширенный дриблинг правым стиком. Как вы понимаете, у центрового особого дриблинга нету, я могу только за центрового говорить. Ну, расскажу еще об одном главном нововведении. Появились перки, так называемые. И теперь выгоднее вкладывать очки не в характеристики, а в перки. То есть, например, есть перк, который улучшает вероятность подбора. И вместо того, чтобы вкладывать очки в подбор, лучше накопить, по-моему, тысячу очков для первого уровня перка и взять этот перк. Или, например, еще для центрового неплохой перк «Стена», когда, если он становится в заслон, то об него противники аж могут удариться и упасть на пол вот таким образом. Тоже классный перк. Но эти нововведения по сравнению с тем, как все это выглядит на площадке, конечно, так, капля меда в бочке с дегтем. Ощущение еще, знаете, что ухудшился искусственный интеллект, потому что в 12-й части часто страховали игроки компьютерные друг друга, а здесь свободный игрок, все, значит, он забьет наверняка, и никто не будет страховать. Это еще плюс к тому, что практически всегда бегают толпой. То есть, все толпой нападают, например, до чувака с мечом, а в это время два свободных игрока остаются, им отдается пас, и они кидают. И, естественно, забивают. Так что дисбаланс по геймплею тоже очевиден. А еще минус в карму, ну, наверное, не разработчикам, а издателям, за очень подлый ход, потому что они отключили серверы 2K12, когда вышла 2K13. То есть вы не сможете играть в сети в 2K12. Пожалуйста, покупайте новую, типа новую игру, которую я лично считаю больше аддоном, чем игрой, и играйте. То есть вы в 2K12 теперь не можете ни по сети сыграть с другом, ни обновить ростеры, то есть ничего. Только оффлайн и все. Если, в принципе, игроки на персональных компьютерах это могут обойти, они могут скачивать на сайтах еще ростеры и добавлять в игру, то консольным игрокам, если есть таковые, которые меня слушают, у консольных игроков такой возможности нет. Так что издатели 2K13 откровенно понимали, что это не тот продукт, ради которого люди будут готовы выкладывать такие деньги, и просто им обрубили, так сказать, воздух. Лично меня это очень раздражает и расстраивает. И следующую серию NBA 2K14, видимо, я очень сильно подумаю, прежде чем купить. Вот такие выходки, кстати, и заставляют людей обращаться к пиратам. Проблема еще и в том, что такое ощущение, что разработчики забили на покупателей игры, то есть при таких вот характеристиках, что я сейчас описал, надо постоянно выпускать патчи, а так вышло всего 2 патчи, которые каких-то серьезных ошибок не исправили, какие-то косметические только улучшения сделали. То есть безобразная физика, безобразное поведение игроков на площадке. Вообще, в целом, геймплей, который, повторюсь, опять раздражает, а не заставляет заново включать игру, это ничего не было исправлено. Поэтому все-таки, все-таки, я не рекомендую покупать 2K13. Если вы хотите поддержать рублем, то лучше все-таки, пожалуй, купить 2K12, скачать ростеры, ну, если вы владелец персонального компьютера, конечно, скачать ростеры фанатские и таким образом играть, потому что вы получите тогда более адекватную игру, чем 2K13. К сожалению, разработчики не реагируют на жалобы игроков. Видимо, их устраивает все-таки их поддержка деньгами, поэтому я еще и рекомендую не покупать следующую версию, не говоря уже о 2K13, чтобы поняли издатели в 2K, что нельзя так обращаться с игроками. Меня, например, не смущает, если выпускается не совсем доделанная игра, но надо хотя бы там за несколько месяцев все-таки довести ее до идеала патчами, общением с игроками и так далее. Вот это пример, например, Пятая Цивилизация, где вначале игра вышла довольно сырая, с не очень хорошим балансом, но разработчики довели ее до ума, и сейчас вот довозят еще аддонами и патчами, и в нее все интереснее и интереснее играть становится, хотя вышла игра, считайте, 3 года назад. Здесь же впечатление от 2K13 сугубо удручающее, такое ощущение, что его даже не тестировали перед выпуском в продажу, что вообще недопустимо. Поэтому никаких гайдов по 2K13 не будет, лучше смотрите мои гайды по 2K12, покупайте ту игру, и будет вам намного интереснее. Спасибо, что заслушали до конца, вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша Играет, подписывайтесь и играйте в умные игры.